Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Цель войны. Глубинная, настоящая и второстепенная. Обогащение, самооборона превентивная, отвлечение внимания людей от их проблем. Часто именно это называется как главная, самая часто встречающаяся цель войны. Но это, конечно, вторично. Это и не работает. Чаще всего нормальные люди, как причину войны, причину агрессии прежде всего, называют психопатию. Вы что, с ума сошли? Как можно мстить за гибель близких? Ну, погибла у тебя семья. Но ты не можешь из-за этого, не должен развязывать войну за тридевять земель. Это мстительная, как бы превентивная война. Это сумасшествие. Погибнет еще больше твоих родных в этой войне, уж не говоря о том, скольких ты убьешь. Война, которая якобы ведется для превентивной войны, чтобы на Россию не напал Запад. Ну и в результате Запад, который вообще забыл про существование России, начинает потихонечку на нее нападать. Или война за деноцификацию Украины. Украину не надо деноцифицировать. Там может быть сало, чтобы поменьше ели. Это было бы разумно, но такие вещи войной не решаются. А в результате войны за деноцификацию Украины происходит деноцификация России на наших глазах. Так вот, когда все варианты уже исчерпаны, то остается последний. Вам кажется, главное, вы что там с ума сошли, что воюете. То есть вождь, развязавший войну, ну он постарел, он параноик. Человек был молодой, его любили за то, что молодой, но было и понятно, что он когда-нибудь состарится. Ему еще и 90 когда-нибудь будет, дай бог ему здоровья. А нам дай бог, чтобы мы сами решали свою жизнь. Он сошел с ума, сглузду сдвинулся. Нет, нет. Когда человек сходит с ума, его окружение решает эту проблему, это не трудно. В том-то и незадача, что войну никогда не развязывает один человек. Всегда есть на лицо некоторый союз. Так вот, чего хотят во множественном числе люди, которые развязывают войну, ее поддерживают и так далее. Пожалуй, самый точный ответ на определенном уровне – укрепление своей власти. То есть бесноватый фюрер хотел весь мир покорить себе и своей власти. Или Александр Македонский, или Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс и так далее. Это все были люди, которые декларировали завоевание. Ну, Гитлер не хотел весь мир, а Ленин, например, хотел. Интернационал ведь об этом. Так вот, а что такое в данном случае власть? Где это написано? Что больше получит человек, завоевав весь мир, чтобы всюду были его силовики, солдаты, сбиры, шпионы? Всюду тоталитарное государство, полный контроль. А власть-то в чем? И вот здесь мы подходим, наверное, к самому интересному, вкусному. Власть часто понимают как эксплуатацию человека, как получение с него материальных благ. Ну, извините меня, если у человека в распоряжении пятая часть суши, бесконечные запасы нефти, газа и десятки миллиардов долларов в год, то война ему невыгодна. Война лишь ослабит его положение, он не сможет поехать в Ниццу или еще куда-нибудь, и детям хуже будет. Какая же власть ему тогда нужна? Какие материальные богатства? Но дело в том, что у человека есть высшие потребности. Есть высшие потребности и есть извращение высших потребностей. Высшая потребность человека – быть человеком. А что значит быть человеком? Какое определение человеку мы дадим? Если мы согласимся с саркастическим определением, что человек – это двуногая и без перьев, в ответ на это определение диагент Синопский ощипал курицу и предъявил античного философа, это было 18 веков назад, то тогда действительно мы должны согласиться с мальтузианством, с неомальтузианством, историей человечества – это история бактерий или вирусов, которые сражаются между собой за то, чтобы потреблять больше энергии. Но человек – существо словесное, разумное, логосное. Слово и разум тождественны. Другое дело, что человек мыслит не непосредственно словами, говорит нам сегодняшняя психологическая наука, но это уже вопрос техники, эволюции самого слова из глубин наших чувств, нашей личности. Тем не менее, человек становится человеком, когда он говорит. Иногда лучший способ говорить – молчать. Но чтобы так молчать, как молчал Господь Иисус перед Понтием Пилатом или перед первосвященником, надо уметь говорить. Это молчание – всего лишь пауза между нагорной проповедью и приговором страшного суда. Большинство из нас не очень умеет говорить. И умение говорить редко даётся легко. И вот почему. Потому что умение говорить включает в себя того, кому ты говоришь. Бурчать под нос – это неполноценно. Ты должен говорить, тебя должны слушать и понимать. И вот здесь вот соблазн власти. Заставить другого человека говорить на твоём языке. Освоить твой язык. Вот она в чём власть-то. В чём была власть Ленина? Он заставил всех своих подданных, сколько там у нас было, сто миллионов, принять язык пролетарии, диктатура, капитализм, экономика, эксплуатации, принять как свой язык. А ведь это очень глупый и ошибочный, глубоко ошибочный язык. Что сделал Гитлер? Он навязал немцам свой язык. И вместе с языком он навязал своё понимание мира. Где есть опасные бациллы еврейские, где есть мировой заговор, где есть враги, где есть немецкий народ и так далее и тому подобное. Пришлось принять, кто не принял, тех Ленин, Гитлер, Сталин и так далее до сегодняшнего вождя, они просто убивают. И, собственно, вторжение России в Украину в 1922 году. В чём смысл? Уничтожить украинский народ? Нет. Нет. Зачем уничтожить язык, на котором говорят украинцы? Пусть все говорят на языке на каком? На русском? Нет. На языке Путина, на языке номенклатуры, на этом уродливом, сатанинском, картонном языке, языке насилия, примитивном, уплощённом. Почему меня так расстраивает, когда жертвы этой войны начинают говорить на том же языке, на языке матерщины, на языке мстительности, на языке отчаяния? Отчаяния. Это означает, что они уже сдались в каком-то смысле. Они приняли язык людоеда. Просто они на чужое людоедство отвечают своим людоедством. А часто на нашу матерщину отвечают. Наши же матерщины, так они счастливы тех, кто развязал войну. Свобода и мир, они там, где человек говорит на своём языке, развивает свою речь, свой словарный запас, любовь, она всегда создаёт свои какие-то словечки. Каждый человек хоть одно новое слово или оттенок какой-то вносит. Поэтому язык всегда развивается. Он никогда не стоит на месте. Даже в тюрьме. Зэки говорят лучше, полнокровнее, сочнее, чем надзиратели и охранники. Это закон. Потому что тот, кто причиняет страдания, он сдавливает себе горло. А тот, кто страдает, как ни странно, да, он кричит. Но зато он свободнее в своей речи. К чему это всё? Из такого описания цели войны и цели власти, дурной, конечно, власть, есть и нормальная власть, власть мира, власть любви, власть солидарности, власть общения, мы понимаем, что такое мир. Мы понимаем, почему такое слово, как толерантность, вызывает лютую ненависть у тех людей, кто сейчас развязал войну. Потому что западные ценности, толерантность, у-у-у, это у-у-у. И вот к чему приводит неприятие толерантности. Толерантность – это свойство говорящего человека. Толерантность – это способность потерпеть то, что другое говорит не на твоём языке. Не на твоём, ну и что? А ты с ним вступи в контакт. Не удастся контакт, вы разойдётесь. Но не стрелять же в друг друга. Но в принципе, если мы скажем себе, что агрессия недопустима, что недопустимо сажать в тюрьму за слово, что недопустимо наказывать за то, как человек говорит, если мы выстроим себе такую вот стену, ров у себя за спиной, отступать некуда. Придётся налаживать контакт с другим человеком. Ради этого и живём. Это был Яков Кротов, Москва. Всего доброго.